всем привет друзья продолжаю стройку ила настало время устанавливать крылья одно крыло я уже прихватил на клей выставив по зализу с небольшим выпуском далее предстоит вырезать и вклеить усиливающую балку снизу для центровки и установки левого крыла балка продольная вклеена вклеен усилитель распорка из кусочек литника также сюда пришлось наклеить полосочку из полистирола миллиметрового так как нужно придать v-образность крылу без этой вставки скажем так не получается задать угол также хотелось бы отметить чтобы приклеить нормально крылья я сделал вот такие вот накладки из миллиметрового полистирола на внутренней части зализа на внутренней стороне зализа так как при смещении крыла наружу остается очень мало места для зацепа зализа и фюзеляжа далее я это приклеиваю уже совсем хорошо намертво и буду выводить поверхности брюхо самолета начисто с дальнейшим раскроем также далее отдельно поговорим про иллюминаторы как я их делал я их покажу здесь вот есть два иллюминатора которые даже не вырезаны пластики как раз на них и посмотрим тот способ которым я делал все иллюминаторы так склеивать я буду на вот такой тамеевский клей он подольше в принципе можно и револьным клеем обойтись но у меня в данный момент под рукой такой клей поэтому буду пользоваться им мне нравится побольше также все зазоры которые у нас сейчас здесь остаются их придется заполнять шпатлевкой для того чтобы потом можно было спокойно это все обрабатывать при нанесении клея на такие участки как зализа вот здесь ответная часть фюзеляжа нужно это делать очень осторожно чтобы у нас не потекла капля на иллюминаторы на внутреннюю сторону фюзеляжа отложим эту половиночку также нанесу клей на крыло клея надо наносить не очень много не очень мало важно чтобы клей хорошо подъел пластик чтобы крыло хорошо зафиксировалась чтобы от малейшего удара или там если в задели модель чтобы крыло не отошло и не разорвало ваш клеевой шов так и дальше ориентируясь по зализу будем устанавливать наше крыло на место примерно на глаз смотрим насколько у нас выходит зализ ну ориентируемся по правой стороне так чтобы это было одинаково с двух сторон и дальше как я уже говорил в предыдущем видео нам потребуется линейка для замера расстояния от выбранной точки я ориентируюсь на руль и в данном случае угол крыла дам как у нас получается здесь приблизительно то 91 с половиной миллиметр до соответственно и с этой стороны должно быть то же самое не очень удобно это конечно дело сейчас 191 с половиной должно быть так здесь у нас 191 едва да соответственно нам нужно выдвигать на это расстояние и с этой стороны на несколько десятых там сотых в принципе это не криминально если будет чуть-чуть прям вот доля миллиметра будет не ровно это не криминально этого зрительно определить ну скажем так просто тяжело это будет определить так и дальше нам нужно поймать v-образность крыла ориентируясь скажем так прицеливаясь на центр самолета нам нужно выловить v-образность крыла чтобы у нас не получился фюзеляж вот так вот с наклоном да и кабина соответственно относительно одного из крыльев то есть крылья у нас должны быть одинаково одинаково относительно фюзеляжа постараемся постараюсь этого добиться собственно для этого я и наклеил как раз накладку из миллиметрового полистирола который дает выставить v-образность крыла вот так это выглядит дальше приклеиваю крыло уже совсем хорошо добавляю еще клея и продолжаем остальную работу и так еще раз промерив расстояние от угла руля направления до уголка элерона точное расстояние должно быть 196 с половиной миллиметров также v-образность мы регулируем по выбранной точке от центра фюзеляжа до края крыла у нас должно быть равное расстояние до кромки до законцовки так здесь у нас 131 миллиметр и с другой стороны у нас точно также должно быть 131 миллиметр 131 да и мы получаем 131 миллиметр смотрим в профиль у нас должен быть нормальный угол в все это фиксируем даем подсохнуть так как клея приходится наносить достаточно много сушиться также долго можно конечно воспользоваться супер клеем и склеить все это на него но не факт что в будущем это будет все очень хорошо держаться вот эти вот зазоры которые у нас здесь сейчас есть я буду заполнять тем же пластиком из которого отлита модель то есть буду брать кусочки летников от рамок как-то их нарезать и заклеивать для чего чтобы у нас материал был одинаковый по которому потом резать крой для удобства я это делаю на будущее чтобы не было материала разной плотности чтобы скрайбером можно было легко одинаково везде пройти и также обработать это все наждачкой а и 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 так я заполнил отрезками тянутого литника те зазоры которые нам не нужны как говорил ранее заполнял специально тем же пластиком из которого отлита сама модель чтобы не было разницы в плотности материала остается дождаться пока высохнет приклеенные отрезки все здесь хватится после этого можно спокойно обработать наждачкой согнать высоту вот этой вот части и здесь тоже другая сторона она намного лучше прилегает посмотреть вот здесь вот зазоры прибрать тоже нужно и в общем то дальше остается нарезать только крой а на этом наверное сегодня все всем спасибо за просмотр не забывайте подписаться нажать на колокольчик если вы все еще не подписаны на наш канал всем удачи и пока пока а а а а и и и и и Продолжение следует...